Ребятки, всем привет! С вами ваш Робопингвит или Борислав. Что ж, ребятки, это обзор на Малканица. Мы сегодня разберём его в скиллы, таланты и разработаем его. Что ж, данный персонаж является персонажем-бойцом, и в основной цель это танчить, впитывать в себя урон, контролировать противника, чтобы он не забирал ваших саппортов, то есть твоих саппортов, ну, ваш саппортов. И, возможно, уже, да, мы подали определенные тимметы, кроме танков, противника, ну, там, убийцы, ИС, ИС, вот, заладим, то всё будет хорошо. Да, сори за такой голос, охрен. Так, что ж, ребятки, разберём таланты. Первый, кстати, очень понравился, но сделали его какой-то достойный. Могли, конечно, и по-другому, но всё же. Первый талант, коктисперный, монокост 50, кд 80. Совершит революка, указанное направление, наносит противником 158 урона. Поктисперный, можно повторить, да, можно повторить, да, можно повторить, да, 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 да. Третий удар также оглашает противника 0.75 секунды. То есть у нас есть почти что секундный стан и неплохой урон. Кстати, если что, очень похоже на каёшку седогрева по дальности и... Ну, не плохо. А, ну, ночью подкидывать вверх. Окей. Следующая способность. Объятие смерти. Монокост 30, кд 8 секунд. Молганис совершает... Эм, пространство... Осверняет, прошу прощения, пространство вокруг себя, нанося урон. Находишься рядом противником, 241 единицу и получает 25 единиц брони на 3 секунды. То есть у нас это баф на броню. Мы оскоряем. А, ну, сейчас еще хочется проверить. То есть это я... Ага, то есть в любом... Почему мы сейчас нам поедали 25? Мы просто в целом. Неплохую способность. То есть это больше, мне кажется, чтоб типа... В определенный момент, когда, знаете, надо чуть-чуть пожелостей стать. Ее можно так иззнуть, вы получите броню, да? Но лучше, мне кажется, ее иззнуть в замесе. И там, ажнути цель и пусть броню. Вот это мне интересно. Там он понравился, отчасти. Интересно, как он будет... Мне просто интересно, как он будет отыгрываться. Крылья ночь. Монопост. 70 кд. 16 секунд. После паузы в 0,75 секунды повышает скорость при движении на 50% на 2 секунды. При этом агане сможет проходить сквозь героев противника, погружая их в сон на 2,5 секунды. То есть, вот, очень хороший талант. То есть, это примерно как слип. То есть, по сути, смотрите, у Малганиса есть контроль. На счету тиммейтов я не знаю, но слип на 2,5 секунды. Почти секундный слайд. Я уверен, что талантами его можно увеличить. Потому что так и все. Ну... Персонаж, как говорится. Так, Малганис восполняет здоровье в объеме 45% от урона, нанесеного героями. И 15% от урона, нанесеного другими целями. То есть... Ну, интересно. То есть, у него хил дикий будет, ребят. То есть, мы будем хилиться от всего. От крипов. 15% от героев. 45%. Ну, там, все в урон. Чем больше урона, тем процентность большего хиля. Ладно, теперь, ребятки, разберем его. Ну, там... Первый... Первый... Талант, сори. Бронированные крылья. Каждый раз, когда обе эти смерти поражают героев, Малганис получает 50 единиц генетической брони, защищающей его от следующей автотаки героя-протенка. Если у Малганиса нет ни одного эффекта бронированных крыльев, он получает один эффект раз в 6 секунд. То... То есть, с первого уровня ребята нам дают постоянную броню. Очень хорошая. Ну... Ну, вот, хорошо. Давайте подождем сейчас сначала 6 секунд. Сейчас я буду так смотреть. Все, он навесился. Подожди. А, я понял! Смотрите, двоечка из-за поражения. Это количество автотаков, которые по мини пойдут. Просто. То есть, мы можем настакаться до 10. Это 10. Объясню. Каждый раз нам получать... Это просто... Это... Это... Это туча. Это... Ну, объяснём. Если вы не поняли. Особенно, это будет управляться уже на высоких уровнях. Особенно в замесах. По сути, вам не... У вас не будет заходить урон. Автоатак это... Для вас... Для любому дамагеру вам будет боль. То есть, это по сути ослепление, которое не юзер. Ну, можно так сказать сравнить. Ладно. Второй талант. На умение, кстати. И если не ошибаюсь, это тоже на умение. Малаганец и находящиеся рядом союзных героев, исполняют 10% здоровья от нанесённых уронами. И имя урона автоатак. То есть, вампирская аура даёт эффект регенерации. То есть, если мы так, мы хиляемся только сами. То есть, от крипов 15% от нанесённого урона, а баггерам 45% от нанесённого. То так мы дадим ещё и хилку нашим союзникам. Это вообще без саппорта. Вот, ребята, я скажу честно. Я даже могу сказать так. В игре, если не будет хила, я буду пикрить вот так. Просто потому что это так. Для всей тимыки... Просто. Ну, я сейчас не могу показать, так как этот... Ну, в общем, не понял. Ну, хорошо, могу подойти к нанесу. Но это много. Ну, вот окей, баф. А ну, подащи. Дай как. Нет. Только он не мог. Ну, на нём, видите, как баф висит. Ладно, я с Малком. Всё, он регенится. Капец. Ну, просто. Ну, он подрегенился чуть-чуть, я видел. Ну, это просто найс. Это реально найс. Это просто, я не знаю, он очень просто. Так, а другой пассивный. Восполняет Малганису 109 единиц здоровья, когда он иной сторон, находящийся рядом гид. Находящимся рядом героя, сработает несящий человек в секунду для каждого героя противника. То есть, мы это, по сути, дополоть хилл. Ну, я думаю, этот талант не знаю, где будет брать. Вот, увидите, что он иной сторон. Вот, увидите, что это ещё решается. Интересно. Так. Второй талант. Так, что, ребят, я ещё так говорю. Во время действия... Прошу прощения. Во время действия объятия смерти, Малганис восполняет в себе 27 единиц здоровья при получении урона, а исцеляется от прикосновения вампира. При нанесении... Так. Во время действия объятия смерти... Ага. То есть, мы хиляем, когда одна шедулачка действует. Мы хиляемся, то есть, эти 3 секунды нам восполнится в районе сотки. Ну, а это на 20 уровне, а возможно, больше. Другие таланты, может, бахнуть, ещё. Это, да. Исцеление от прикосновения вампира при нанесении урона героям становится на 15% эффективнее. И... Это 60% от хила от данной спасенности. По-другому. Очень, очень интересно. То есть... Просто. Я просто, ну, я не знаю, не радую-то. Ну, понятное дело, они чувствуются немножко имбалантность. Ну, понятное дело, понятное. Так. Мощь, кстати, это была оживительной муки. То есть, это, по сути, я уже вижу метод тупо в танках. Тупо журобастного танка, который фиг пробежит. Я уже просто её вижу. Мощь, Саргераса. Саргераса. Нет, Саргераса. Саргераса, прошу прощения. Давно Варкрафт не играл такие вызвания меня. Вот это условие. Объятие смерти дает 50 кинетической брони на 10 секунд. Хм. То есть... А, не просто дает брони, кинетическая, это я выкушил. То есть мы будем получать эту способность 50 на 10. Ну, кстати, да, неплохой талант. Ну, и у него и минусы, и плюсы есть. Ну, в том, что мы больше брони заблокируем, мы сможем больше потом бить впротив, потому что брони по ним бить очень сложно. Но 2 секунды одновременно немножко... Ну, да. Эхо погибли. При окончании действия объятия смерти вызывает взрыв. Она иссящит в 114 день урона. И взрыв поражает героя. Болгандис сохраняет 25 брони еще на секунду. Не выводит цель из-за сна. Стать. Это первая, кстати, цель... То есть, по сути, данная способность, во всяком случае, это первая, которая не выводит цель из-за сна. Возможно, будет еще. То есть, мы подошли, бум, и, по сути, то есть, у нас или хил 4 секунды, ну, ладно. Ну, неплохо. Мне пока нравятся все эти баллы. Так, следующее. Таланты 7 уровня. Черные когти смерти. Когти смерти поражают героя. Следующее, автотака Малганистов наносит на 75 урон больше. То есть, это баф на урон. Так, у нас сейчас 239. И 348. Неплохо. Ээээ... Оля Тихандря. Типон Дрия. Дрия, сори. Эээ... Таймер... А, да, это тоже, короче. Эээ... Третью тарь когти скверны похищают героя в 4... Эээ... 4% максимального запаса... Эээ... 4% максимального запаса здорового. Доступны новые таланты. Это тоже такой... Блохой. Этбабку. Ну, на хилку это. Это прям нехороший, хороший процесс. Эээ... Доступны новые таланты. Да. А, да. Доступны новые таланты. Получая чума. Это на ежку. А, после... Кстати, это первый талант на этот... Стоп. Эээ... После окончания действия... Эээ... Крыльев ночи наносит окончающийся зарядом противника 680 урона в секунду. В течение 4 секунд. Автотака... Автотаке под героем, а вновляет действия и эффекта. Не выводит. Доступны новые таланты. Мы выйдем. Пассивная энергия кошмара. Автотаке из укрытия наносит на 30% больше. Урона, а бонус 10% через 4 пункта. Слепп. И закрыть. Кроме того, автотаке наносит на 180% больше. Эээ... Спящий цель. Доступны новые таланты. А тут кустов нет. Поэтому я не... Ну, в общем, это типа вы в кустах стоите. Или, например, вот тут противника, а вы перед кустами. Это все укрытие считается. Типа. Ладно, побаловались Артесом. Вань. Что ж, следующий мы разберем ультимейтер. Гибельная стая. Монокост 70. Время КД 80 секунд. После паузы в секунду Малганис обращается. В стае неизвестно, как это не тупый рейфт на 3 секунды. На следующий 301 единица урона в секунду. То есть это после 600... Нет. Это 900 урона. Это 903 единицы урона. При прикосновении вампира восполняет Малганису вампиру. Здоровье в стопроцентном объеме от Массионерон Гибелистай. Давайте. Ага. Вот это. Очень хорошо. То есть это, по сути, хороший ульт на реген. То есть мы будем дико регениться. И второй ульт. Темный обмен. КД 70 секунд. Восстановление Монокост 70. Прошу прощения, КД 80 секунд. После поддержания в течении 0,75 секунды, Малганис на 3 секунды обменивается уровнем здоровья с героем противника. Типа такого, ну... А я вот тут не понял. Это типа... Сейчас вот. Давайте мне пускай побьет кто-то. Ну вот так. А, ого. То есть это... Ван, ван. Сейчас, сейчас, сейчас. Неплохо. Интересно. Что ж, следующий талант... Гибельный сон продлевает... О, видите, это пузнал. Продлевает... Увеличивает время действия ото сна. Блин, хорошее ощущение, сечения. Увеличивает действия ото сна на крыльях на 0,5 секунды. А бонус скорости и передвижения увеличивает на 0,5 секунды. Бонус 60 и еще по 4 секунды сна. Это хороший контроль. Зов ночи. При окончании действия эффекта сна, крылья ночи замедляют на 30%. Е, Ц, Э... Э, Л, Э, Л... Смотрите, нормально. Сам по себе баф, но они... Да, на них сам по себе баф. То есть, по сути, Молганиса ешка это тупо контроль. Ну, ну, очень хороший контроль. Э, прилив крови. Каждый раз, когда Молганис восполняет здоровье, он также получает бонус к скорости и передвижения. в течение 8 секунд у нас в скорости ну так вот ну ладно у таланта 16 когда Молганец использует объятия смерти он выпускает стаи нету пырей поражающих противника перед ним нанесящих 200 единиц ого неплохо неплохо но в основании забыл выключить так следующий талант эх неистовый натиск автотаке по герою с более высоким уровнем здоровья чем у Молганец повышает скорость его атаки и увеличивает его урон автотак на 10% от 30% то есть вот это хороший талант и 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 персонажей, которые могут и дольше контролировать. Тип больше. То есть, это хорошая перстанка, у него всё, у него таланты, у него скиллы заточены на танчике, это очень-очень хорошо. Сейчас разберем вторую ульту и проработаем мягко. Ну, двадцатый ульт. Так, гнев на Терзи. Героя противника, находящийся рядом с целью темного обмена в течение трёх секунд, получает урон, равный 70% от передамайла объема здоровья. Терзи. Героя игнорирует этот урон. Ну, то есть, это нас толком ухилять больше не будет, но мы будем, зато, во-первых, мы будем, эээ, просто будем больше урона наносить, целью на всё это очень большую сейчас. Казах, герам, не получится. Кстати, очень быстро. Хорошо, теперь, ребятки, давайте разберем метод. Сейчас будет, наверное, метод. Первое метод, это больше именно в танках. Упс, налейшем, так сказать, так уж как-то не берете, ребяточки, бронированные крылья, и всё-таки, короче, можно забрать. Кстати, здесь, эээ, вот здесь, ребятки, я скажу честно, вот этот талант хорош. Ну, я ещё пока думаю, я хочу всё попробовать. Скажу честно, здесь вот по ситуации я бы сказал, бы больше, потому что скорее я хочу попробовать талантам. да, потому что надо попробовать. Ну, я скажу так, именно если больше в танка, ребята, идти, именно больше, именно он или танк, как говорится, то я бы взял бы тогда броню в танк. А так, может быть, что-нибудь другое. Здесь, эээ, я думаю, её похищение... Ну, здесь, смотрите, ребятки, если карта наличит большим количеством кустов, там, если такого, вот таких вот перебрее, таких вот кустыиков, то вы можете взять вот там и поскольку. А если нет, то это, типа, больше в танка, то именно то в воле экипандрия. Да. Ульту... Ой, честно, я не знаю. Обе ульты хорошие, поэтому вареники билите или вареники, такого у меня не будет. Конечно же, в танка, конечно, зайдёт ульт, чтобы надамажить, потому что в организме, собственно, что там можно... Вы можете сказать, тёмный обмен будет лучше в состоянии хп, но, ребятки, это 10-3 секунды. То есть, по сути, вы, то есть это, по сути, если вы залетаете в кого-то, вы даёте ульту и вас дамажит вы дадёте ульту и сваливаете. Ну, хорошо, да, обмен сваливаете. Ну, хорошо, да, обмен сваливаете, да. А вот здесь, скажу честно, здесь, мне кажется, лучше именно замедление, так как оно и делает 2, э, 10 секунд длится, это после 5 секунд контроля. Очень. Надеюсь. А, кстати, мы активно не разобрали. Кстати, да, я его не заметил. Подождите, а я... Это да. Да. Да, это тоже. А, активку я, наверное, не заметил. А, ну, КД 8 секунд, где, э, 80 секунд. А... Прис interdisciplinary он слишком устанавливает, а это мало немногу курета теряет обезобия, время 10 секунд. Мы сейчас метр подберем, потом ээээ... потом пассивку на скорость атаки ну хотя до это больше в танка сейчас я хочу активку ребят я почему-то показал то есть такой очень скверный обзор становится но без кд интересный а теперь ребятки чуть-чуть другого и дикой Маганиса который надеет на которого чуть больше урона чем танка то есть это больше контроля наверное я бы сказал бы вот и также помощи союзникам то есть на первом берете эти десять процентика на здесь берете ну или так как вы будете больше чем бальконтроль играть или эхо погибели или оживительные муку я бы наверное возьму здесь ну я рекомендую в данном лучшее и вот здесь вот я возьму наверное гроб да гибельную стаю можно тоже или этот а здесь вот тут лучше конечно взять продлевание сна больше чуть-чуть а вот здесь можете вот тут не и теперь очень хорошо и опять же вот ребятки мы разработали мету и ну две меты и таланты просмотрели и скины оно все поменяется с выходом на 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 уже основной сервер с паттера поэтому ребятки ну в основном полагайтесь еще на собственное ощущение я хочу я его куплю кстати я его сейчас не буду себе никаких бандеров я хотел себе накопить мне почти десять тысяч и ну я буду покупать Маганиса мне очень понравилось поэтому ребята что ж все спустя кто меня сегодня смотрел вам всем доблайк также ребятки подписывайтесь на меня ставьте лайки дизлайки если не понравилось пишите комментарии также не забывайте про колокольчик в описании будет ссылка на плейлист группу вконтакте ему твич канал и я вконтакте еще раз всем спасибо всем доблайк и ребятки